Современное общество состоит из ряда учреждений. От политических, юридических, религиозных учреждений до учреждений для социальных классов, семейных ценностей и профессиональных специализаций. Очевидно, насколько сильно все эти социальные институты влияют на формирование нашего понимания и перспектив. Однако из всех общественных учреждений, в которых мы родились, которые нас направляли и от которых мы зависим, нет ни одного настолько привычного и непонятного, как денежная система. Действуя почти в религиозных масштабах, эта система утверждена и существует, как одна из самых безоговорочных форм веры, какие только могут быть. Как создаются деньги? Какие правила этим управляют? И как это действительно воздействует на общество? Все эти вопросы не интересуют большинство населения. В мире, где 1% населения обладает 40% всех богатств, в мире, где 34 тысячи детей ежедневно умирают от бедности и болезней, которых можно было избежать, и где 50% мирового населения живут меньше, чем на 2 доллара в день, совершенно ясно становится одно. Что-то очень неправильно. И знаем мы это или нет, жизненная сила всех нами основанных учреждений, самого общества, являются деньги. Следовательно, понимание этого института денежной политики необходимо, чтобы понять, почему мы живем именно так, а не иначе. К несчастью, экономика часто выглядит запутанно и скучно. Бесконечные потоки финансового жаргона вместе с пугающей математикой быстро отвращают людей от попыток все это понять. Тем не менее, существует факт. Сложность, переписываемая финансовой системе, просто маска, предназначенная скрыть одну из главных социально парализующих структур, столь долго терпимую человечеством. Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя, кто полагает свободным атаков. Гёте Несколько лет назад Центральный банк США, Федеральный резерв, выпустил документы, заглавленные как «Современная денежная механика». Эта публикация разъясняет практику создания денег учреждениями, как используемую Федеральным резервом, при поддержке сетью глобальных коммерческих банков. На вводной странице документа объявлена его задача. Цель этого буклета — описать базовый процесс создания денег в банковской системе частичного резервирования. Эти строки предшествуют описанию процесса частичного резервирования с помощью различной банковской терминологии. В переводе это будет выглядеть примерно так. Правительство США решает, что ему нужны деньги. Оно обращается в Федеральный резерв и запрашивается, к примеру, 10 миллиардов долларов. ФРС отвечает, конечно, мы купим 10 миллиардов государственных облигаций. Правительство берет листки бумаги, рисует официально выглядящий дизайн и называет их казначейскими облигациями. Затем оно указывает цену этих облигаций — 10 миллиардов долларов, и отправляет в Федеральный резерв. Взамен ФРС рисует свои впечатляющие бумажки. Только на этот раз они называются банкнотами Федерального резерва. Им также назначается стоимость в 10 миллиардов долларов. Затем ФРС обменивает эти банкноты на облигации. Как только обмен завершен, государство берет 10 миллиардов в банкнотах Федерального резерва и кладет их на банковский счет. А на этом счету бумажные банкноты официально превращаются в легальные деньги, прибавляя 10 миллиардов в запас США. Вот как это происходит — создано 10 миллиардов новых денег. Конечно, это обобщающий пример, потому что в реальности эта сделка происходит в электронном виде, без каких-либо бумажек. Фактически только 3% денег запаса США существует в физической валюте. Остальные 97% главным образом находятся в компьютерах. Теперь государственные облигации фактически являются долговыми обязательствами. И когда Федеральный резерв заказывает облигации на деньги, которые были созданы из воздуха, государство обещает вернуть эти деньги ФРС. Другими словами, деньги были созданы из долга. Такой парадокс вводит мозг в оцепенение. Как деньги или ценности могут быть созданы из долга или обязательства? Это станет яснее, когда мы продолжим. Итак, обмен был произведен, и теперь 10 миллиардов долларов лежат на счету коммерческого банка. Тут становится действительно интересно. Основываясь на практике частичного резервирования, этот вклад в 10 миллиардов долларов мгновенно становится частью банковских резервов. Как и все вклады. И учитывая требования по резерву, как сказано в современной денежной механике, банк должен сохранять требуемые законом резервы, равные установленному проценту от его вкладов. Затем указывается этот процент. При нынешних правилах требования к резерву для большинства операционных счетов 10%. Это значит, что при вкладе в 10 миллиардов долларов, 10% или 1 миллиард остаются как требуемый резерв. В то время как остальные 9 миллиардов составляют излишний запас и могут являться основой для новых займов. Логично предположить, что эти 9 миллиардов буквально появились из существующего депозита в 10 миллиардов долларов. Как бы там ни было, это не имеет значения. На самом деле 9 миллиардов были просто созданы из воздуха, поверх существующего вклада в 10 миллиардов. Вот как увеличивается денежная масса. Как гласит современная денежная механика, разумеется, банки не дают в долг деньги, полученные как вклады. Если бы они давали, они не смогли бы создать новые деньги. Что они на самом деле делают, когда дают ссуды, это принимают долговые обязательства. В обмен на кредиты, деньги на счет заемщика. Другими словами, 9 миллиардов могут быть созданы из ничего просто потому, что есть требования на такую ссуду и есть вклад на 10 миллиардов, чтобы удостоверить требования по резерву. Предположим, что кто-то зашел в банк и взял в долг заново доступные 9 миллиардов долларов. Наиболее вероятно, что затем этот некто положит деньги на свой собственный счет в банке. Затем процесс повторяется. Для этого вклада, также ставшего частью банковского резерва, 10% остается, и в свою очередь 90% от 9 миллиардов или 8,1 миллиарда теперь доступны как вновь созданные деньги для новых ссуд. И разумеется, эти 8,1 могут быть снова одолжены и внесены, заново создав дополнительные 7,2 миллиарда. И затем еще 6,5 миллиардов, и еще 5,9 и так далее. Этот цикл создания денег на вкладах через ссуды технически может продолжаться до бесконечности. В среднем получается, что на основе изначальных 10 миллиардов может быть создано около 90 миллиардов долларов. Другими словами, из каждого вклада в банковскую систему может быть из воздуха создано в 9 раз больше. Попросите у любезного Банка Америки немного мгновенно успокаивающих денег. Деньги в форме удобного персонального займа. Теперь, когда мы понимаем, как создаются деньги из незначительного резерва банковской системы, логически и в то же время обманчивый вопрос приходит на ум. Что же на самом деле дает ценность новым деньгам? Ответ — деньги, которые уже существуют. Новые деньги по существу крадут ценность уже существующих. Поскольку общее количество денег растет независимо от спроса на товары и услуги, и так как спрос и предложения находятся в равновесии, цены растут, снижая покупательную способность каждого доллара. Обычно это называется инфляцией. Инфляция по существу скрытый налог для общества. Какой совет нам обычно дают? «Наращивайте валюту». Они не говорят «понишайте валюту». Они не говорят «обесценивайте валюту». Они не говорят «обманывайте богатых». Они говорят «снижайте процентную ставку». Настоящий обман, когда мы снижаем ценность денег. Когда деньги создаются из воздуха, не может быть никаких сбережений, но есть так называемый капитал. Мой вопрос сводится к следующему. Как же мы сможем тогда решить проблему инфляции, увеличив денежную массу вместе с инфляцией? Конечно же, это ничего не решит. Система частичного резервирования по своей сути инфляционна, потому что увеличение денежной массы, без увеличения количества товаров и услуг, всегда обесценивает валюту. Беглый взгляд на историческую ценность доллара и денежная масса окончательно ставит все на свои места, потому что обратная связь очевидна. 1 доллар 1913 года равен 21 доллару и 60 центам в 2007. С тех пор, как появился Федеральный резерв, обесценивание достигло 96%. Реальность неотъемлемой и вечной инфляцией кажется абсурдной и экономически обреченной на провал. Только задумайтесь, насколько абсурдно в действительности функционирует наша финансовая система. В ней деньги превращаются в долг, а долг является деньгами. Это график денежной массы США с 1950 по 2006. Это график национального долга за тот же период. Забавно, но тенденции совпадают. Становится больше денег, и вырастает долг. Вырастает долг, становится больше денег. Иначе говоря, каждый доллар в вашем кошельке кем-то кому-то выдан в долг. Запомните, естественный способ создать деньги — дать их кому-нибудь в кредит. Поэтому, если все, включая государство, смогли бы выплатить свои задолженности, доллар исчез бы из обращения. Если в нашей денежной системе нет долгов, то нет и денег. Управляющий Федерального резерва. В последний раз в американской истории национальный долг был полностью выплачен в 1835 году после того, как президент Эндрю Джексон закрыл Центральный банк, предшествовавший Федеральному резерву. Фактически вся политика Джексона в основном вращалась вокруг его обязательства закрыть Центральный банк. Он утверждал, «Большие усилия, прилагаемые текущим банком для контроля государства, ничто иное, как предчувствие судьбы, которое ждет американский народ. Запутаться в этом вечном институте или основать такой же». К сожалению, сообщение это жило недолго. В 1913 году мировые банкиры успешно основали другой Центральный банк, Федеральный резерв. И пока он существует, вечный долг гарантирован. Наконец-то мы выяснили, что деньги создаются из долгов через займы. Эти займы основаны на банковских резервах. Резервы исходят из вкладов. Через эту систему частичного резервирования любой вклад создает в 9 раз большую сумму, обесценивая существующую денежную массу и поднимая цены. А так как все эти деньги, созданные из долгов, и хаотично циркулируют в торговле, люди стали отделены от их настоящего долга. И обесценивание происходит там, где люди вынуждены работать за гроши, чтобы заработать хоть немного денег для возможности свести концы с концами. Все это может показаться дисконциональным и регрессионным. Но есть еще одна вещь в уравнении, которую мы упустили. Это тот элемент структуры, который обнажает мошенническую природу всей системы. Процент Когда государство одолживает деньги у ФРС или человек берет кредит в банке, займ всегда нужно вернуть вместе с начальным процентом. Другими словами, почти каждый существующий доллар в конце концов должен быть возвращен банку вместе с процентом. Но если все деньги были позаимствованы у Центрального банка и приумножены коммерческими банками через кредиты, то только сумма займа уже превращается в денежную массу. Где же тогда те деньги, которыми нужно покрыть проценты? Нигде. Они не существуют. И последствия этого ошеломляющие. Потому что денег, которые мы должны банку, оказывается всегда больше денег, которые есть в обращении. Вот почему инфляция бесконечна. Новые деньги нужны, чтобы покрыть вечный дефицит, возникающий из необходимости вернуть процент. Это значит, что математически дефолты и банкротства буквально являются частью всей системы и всегда будут бедные и нищие. Это как игра в музыкальные стулья. Как только музыка останавливается, кто-то всегда остается в проигрыше. В этом и заключается смысл. Ваш доход неизменно становится доходом банка. Если вы не в состоянии выплачивать ипотеку, они заберут ваше имущество. Приходишь в ярость, когда понимаешь, что дефолт неизбежен из-за особого устройства резервной системы, а также из-за того, что деньги, которые вы должны банку, даже никогда не существовали. В 1969 году в Миннесоте проходило слушание дела Джерома Дейли, оспаривавшего выкуп своего дома банком, который выдал кредит на его покупку. Его аргумент заключался в следующем. Ипотечный контракт подразумевает, что обе стороны, он и банк, закладывают законную собственность для обмена. В юридическом языке это называется «встречное удовлетворение». Встречное удовлетворение — контрактная основа для обмена одной формы имущества на другую. Мистер Дейли объяснил, что фактически деньги не были собственностью банка, потому что они были сделаны из ничего сразу после соглашения о займе. Помните, что говорилось в современной денежной механике о долгах? Давая взаймы, они берут долговую расписку в обмен на кредит. Резервы не изменяются от займовых сделок, но кредиты, положенные в банк, всегда вносят новые деньги в банковскую систему. Другими словами, деньги пришли из несуществующих активов. Банк просто создал их, не внося ничего в их стоимость, кроме теоретического денежного обязательства на бумаге. По ходу рассмотрения дела, президент банка, мистер Морган, стоял на своем. В меморандумах суда зафиксировано, что истец президент банка признал создание денег и кредитов вместе с Банком Федерального Резерва сверх своего баланса в бухгалтерском учете. Деньги и кредит появились тогда, когда они их создали. Мистер Морган признал, что закон Соединенных Штатов не позволяет этого делать. Законное встречное удовлетворение должно существовать, чтобы поддерживать банкноту. Присяжные признали, что сделка была незаконной, и «Я с этим согласен». Он также поэтично добавил, «Только Бог может создать ценности из ничего». После этого суд отклонил претензии банка на выкуп, и Дейли оставил себе дом. Последствия этого решения суда были огромными. Каждый раз, когда вы заимствуете деньги в банке, независимо от того, ипотека это или средства на кредитной карте, «Деньги, выданные вам не только поддельные, они еще и незаконная форма встречного удовлетворения». Таким образом, эти контракты недействительны, потому что у банка нет денег в качестве собственности. К сожалению, этот факт подавляется и игнорируется. А игра в вечное богатство и вечный долг продолжается. И это приводит нас к первоначальному вопросу. Почему? Во время гражданской войны в США президент Линкольн избежал высоких процентов по займу, предлагаемых европейскими банками, и решил сделать то, что советовали его предшественники, а именно создать независимую и свободную от долга по своей природе валюту. Ее назвали банкнотой. Сразу после этого появился внутренний документ, циркулирующий между частными британскими и американскими банками, и гласивший, рабство — это обладание рабами и вместе с тем забота о них, в то время как европейский план контролирует рабочих капиталом через их кошельки. И это осуществляется через контроль денег. Введение банкнот не будет допущено, так как мы не сможем их контролировать. Политика частичного резервирования, совершенствуемая Федеральным резервом, который расширит свою практику на большинство банков в мире, фактически является системой современного рабства. Только подумайте, деньги созданы из займа. Что обычно делают люди, находясь в долгу? Они начинают работать, чтобы его выплатить. Но если деньги могут быть созданы только из займов, тогда как общество сможет от них избавиться? Никак. И в этом весь смысл. И этот страх потери имущества, вместе с борьбой за еще большее, с вечным долгом, инфляцией, вживленной системой, сочетаемый с неизбежным дефицитом внутри самого денежного запаса, созданный процентами, которые никогда не выплатить, держит рабочие хвости. Мы бежим, словно миллионы хомяков, в своих колесах, вырабатывая для империи энергию, которая подается только элите на самом верху пирамиды. И в конечном счете, на кого вы на самом деле работаете? На банке. Деньги создаются в банках и заканчиваются в банках. Они — настоящие хозяева, вместе с корпорациями и государствами, ими поддерживаемыми. Физическое рабство требует, чтобы у людей была крыша над головой и еда. Экономическое рабство требует, чтобы люди сами кормились и находили кровь. Это самый гениальный обман для манипуляций обществом, когда-либо существовавший. Под его оболочкой скрывается невидимая война против населения. Долг — это оружие, используемое для завоевания и порабощения общества, а долговой процент является боеприпасом. И пока толпа придет в забывчивости к этой правде, банки, сговорившись с правительствами и корпорациями, продолжают совершенствовать и расширять свою тактику в ведении экономических боевых действий. Они строят новые базы, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, создавая новый тип солдат. Экономических убийц. Есть два пути завоевания и порабощения нации. Первый — мечом. Второй — долгом. Только мы, экономические убийцы, смогли создать первую по-настоящему глобальную империю. В нашем арсенале много приемов. И самый распространенный заключается в том, что мы находим страну с большим запасом ресурсов, например, нефти, и даем в долг большую сумму от имени Всемирного банка или одной из его организаций. На самом деле деньги никогда не приходят в эту страну. Они идут в нашу большую корпорацию, чтобы построить инфраструктуру в этой стране. Мощные заводы, фабрики, порты. Все они обогащают лишь несколько богатых людей в этой стране. Ну и нашу корпорацию. Большинство людей даже не ощутят присутствие этих денег. Но эти люди, целая страна, останутся с огромным долгом. Настолько огромным, что они не смогут его выплатить. И это часть плана. Они не могут его выплатить. В какой-то момент мы, экономические убийцы, возвращаемся и говорим, «Слушайте, вы потеряли кучу денег, не можете выплатить долг, так что продавайте нефть по дешевым ценам в нашей стране. Или разрешите построить нам военную базу. Или пошлите свои войска в помощь нашим куда-нибудь в Ирак. Или поддержите нас в ООН. Приватизируйте ваши электрические компании вместе с водной и канализационной системой, продавайте их корпорациям США или другим международным корпорациям. И таким образом существует целая быстрорастущая система. А методы работы МВФ и Всемирного банка очень просты. Они втягивают государство в долговую яму, и она так велика, что в стране никогда не расплатится. Затем они дают в долг еще, чтобы получать еще больше процентов. И вы настаиваете на этой услуге за услугу, которую вы называете «хорошим управлением», которое в основном означает, что они будут вынуждены продать собственные ресурсы, включая многие из их социальных служб и коммунальных компаний, иногда даже школьную систему, даже систему правосудия, страховую систему, и продать это иностранным корпорациям. Все дважды, трижды и четырежды просчитано. Навыки экономического киллера нарабатывались в ранние 50-е, когда Масадека был демократически избран в Иране. Он воспринимался как надежда демократии на Среднем Востоке, во всем мире. Даже стал человеком года по версии газеты «Таймс». Но одним из его вкладов и конечной целью была идея, заключавшаяся в том, что иностранные нефтяные компании должны платить за нефть иранскому народу намного больше, чем они получали от Ирана. А иранский народ должен извлекать выгоду из собственной нефти. Странная, однако, политика. Нам это, конечно, не понравилось, но мы боялись принять наши стандартные меры, послать военных. Вместо этого мы послали агента ЦИРУ Кермита Рузвельта, родственника Тедди Рузвельта. Кермит поехал туда с несколькими миллионами долларов, и это было очень эффективно, официально и быстро. Ему удалось сверхнуть Масадека и заменить его подходящим человеком. Это было эффективно, действительно. Бунт в Иране. Толпы по всему Тегерану. Военный офицер кричит, что Масадек сдался, и его режим диктатора закончился. Фотографии Шаха демонстрируются на улицах, улучшая настроение. «Царю добро пожаловать домой!» Здесь, в Вашингтоне, люди смотрели и говорили, «О, как это было просто и дешево!» Так был открыт новый способ манипуляции странами и создания империи. Единственной проблемой была то, что Рузвельт являлся агентом ЦИРУ, и если бы его поймали, разбор международных полетов был бы довольно серьезным. Поэтому решение было вскоре найдено. Использовать частных советников для переправки денег через Всемирный банк, МВФ или одной из подобных агентств. Привлечь людей вроде меня, которые работают на частные компании, чтобы, если нас поймают, не было бы последствий для правительства. Когда Арбенс стал президентом Гватемалы, страна была под ногтем у компании United Fruit. Арбенс использовал лозунг, гласящий, «Мы хотим отдать землю обратно людям». И как только он пришел к власти, он начал возвращать людям права на землю. United Fruit это очень не понравилось. И они наняли фирму по связям с общественностью. Начав большую кампанию, появилось убеждение людей, граждан, СМИ и Конгресса Соединенных Штатов в том, что Арбенс был советской марионеткой. И что если бы ему позволили остаться у власти, у СССР было бы большое преимущество в этом полушарии. В тот момент умы всех были охвачены глубоким страхом. Все боялись красного террора, коммунистического террора. Чтобы ускорить процесс этой кампании по связям с общественностью, пришло указание со стороны ЦРУ и военных убрать этого человека. И мы сделали это на самом деле. Мы отправили туда самолеты, отправили солдат, отправили шакалов. Мы отправили туда все, чтобы убрать Арбенса. И убрали его. И как только он был отстранен, новый человек, заменивший его, восстановил все связи с большими международными корпорациями, включая United Fruit. Эквадором многие годы управляли диктаторы, марионетки США, причем достаточно жестко. Затем было решено провести действительно демократические выборы. Джейми Рольда совершил большую ошибку, сказав, что как только станет президентом, его главной задачей будет сделать так, чтобы ресурсы Эквадора использовались на благо людей. И он выиграл выборы. С таким количеством голосов, которые никто не набирал в Эквадоре. И он начал осуществлять свою политику, чтобы убедиться, что прибыль от нефти направлена на помощь людям. Но нам, в США, это не понравилось. Меня послали в качестве экономического убийцы переубедить Рольда, дать взятку, убедить его, дать понять, что вы поняли. Вы можете неплохо разбогатеть, только играйте по нашим правилам. Но если вы и дальше будете придерживаться этой политики, то вам придется уйти. Он и слушать не хотел. И его убили. Как только самолет разбился, место падения было оцеплено. Были допущены только военные из США, с военной базы неподалеку, и несколько военных из Эквадора. Когда началось расследование, два ключевых свидетеля скончались в автомобильных авариях, не успев дать показания о многих странных вещах. Я, как и многие другие, кто пристально следил за этим делом, абсолютно уверен, что это было убийство. И, конечно, будучи экономическим убийцей, я всегда ожидал, что Джейме что-нибудь произойдет. Будь то переворот или убийство, я не был уверен, но я знал, что его точно свернут, потому что они смогли подкупить. Омар Тарихас, президент Панамы, был одним из тех людей, которые мне нравились. У него была харизма, и он был тем, кто действительно хотел помочь своей стране. И когда я попытался дать ему взятку и подкупить, он сказал, слушай, Джон, он звал меня Хуанита, он сказал, слушай, Хуанита, мне не нужны деньги. Что мне действительно нужно, так это, чтобы с моей страной справедливо обращались. Мне нужно выплатить долг Соединенным Штатам, которые вы дали нам в обмен на те разрушения, что совершили здесь. Я хочу быть способным помочь другим латиноамериканским странам, обрести независимость и освободиться от этого ужасного вторжения с севера. Ваши люди нещадно эксплуатируют нас. Мне нужно вернуть Панамский канал обратно в руки панамского народа. Вот чего я хочу, так что оставь меня, не пытайся подкупить. Это было в 1981-м, а в мае был убит Джейми Рольдас, и Омар хорошо это знал. Тарихас собрал свою семью и сказал, наверное, я следующий. Но все в порядке, потому что я сделал то, что хотел. Я вернул канал, и теперь он в наших руках. Тогда он только закончил переговоры с Джейми Картером. В июне этого же года, через пару месяцев, его убили в авиакатастрофе, которая, без сомнений, была построена с шоколами ЦРУ. Многочисленные доказательства говорят нам, что один из его охранников дал ему в последний момент, когда он заходил в самолет, маленький магнитофон, в котором была спрятана бомба. Очень интересно, как эта система продолжает работать в этом же направлении год за годом долгие годы. Только экономические убийцы становятся все лучше и лучше. Перейдем к тому, что случилось совсем недавно в Венесуэле. В 1998-м Хьюго Чавес был избран президентом, придя на смену длинной череде президентов, которые были коррумпированы. В конечном счете уничтожили экономику страны. Чавес был избран на фоне всего этого. Чавес стал на пути Соединенных Штатов и в первую очередь потребовал, чтобы нефть в Венесуэле была использована во благо венесуэльского народа. Нам, США, конечно же, это не понравилось. И в 2002-м был совершен переворот, за которым, по мнению большинства, и моему в частности, стояла ЦРУ. Путь, которым добились этого переворота, наглядно отражал то, чего Кермет Рузвельт добился в Иране. Боль людей, выходивших на улицы, чтобы бунтовать, протестовать, сказать, что Чавес очень непопулярен. «Знаете, если вы можете заставить несколько тысяч людей сделать такое, телевидение может преподнести это, как будто этим охвачена вся страна. И начинается цепная реакция». Но Чавес был достаточно умен, и люди, стоящие за ним, были настолько сильны, что они все это преодолели. Это был феноменальный случай в истории Латинской Америки. Ирак действительно замечательный пример функционирования этой системы. Так, мы экономические убийцы, первым делом идем и пытаемся подкупить правительство, заставляя согласиться на огромные денежные займы, которые позволят нам использовать это как финансовый рычаг для воздействия на них. Если нам не удается, как мне не удалось в Панаме и Эквадоре, тогда наступает план «Б» — мы отправляем шакалов. И шакалы либо свергают правительство, либо убивают. И когда это случается, приходит новое правительство. И на этом все закончится, потому что новый президент знает, что с ним может произойти. А в случае с Ираком оба метода провалились. Экономические убийцы не смогли одолеть Саддама Хусейна. Хотя мы очень хорошо старались. Мы пытались заставить его принять сделку, которая очень похожа на ту, которую согласились саудиты в Саудовской Аравии, но он не согласился и на это. Приехавшие его свергнуть шакалы тоже не смогли этого сделать. Служба безопасности сработала очень хорошо. К тому же он работал в ЦРУ одно время, и его наняли, чтобы убить бывшего президента Ирака. Ему не удалось, но он знал всю систему. Поэтому в 91-м мы посылаем войска и побеждаем иракскую армию. В то время мы предполагали, что Саддам Хусейн сдастся. Мы не смогли его свергнуть в то время и даже не хотели. Он сильный человек, и нам такие нравятся. Он контролирует свой народ. А мы думали, что он сможет контролировать курдов, сдерживать иранские границы и продолжать качать для нас нефть. И что теперь, когда мы забрали его армию, он сдастся. Однако экономические убийцы вернулись в 90-е без успеха. Если бы им удалось, он бы до сих пор управлял страной. Мы бы продавали ему любые истребители и все, что он захочет. Но у них не получилось. Поэтому мы ввели войска и на этот раз выполнили работу. Подмяли Саддама и создали для себя наивыгоднейшие условия для восстановления страны, которую мы сами существенно разрушили. Это довольно хорошая сделка, если вы сами владеете строительными компаниями. Таким образом, Ирак отражает три стадии. Экономические убийцы провалились, шакалы провалились и, как последняя мера, ввелись в войска. Таким путем мы действительно создали империю, но сделали это очень хитро и незаметно. Все предыдущие империи были построены за счет вооруженных сил. И все народы это понимали. Англичане знали, что они делают. Французы, немцы, итальянцы, греки. И они гордились этим. Они всегда находили такие оправдания, как расширение цивилизации, распространение религии, что-то в этом роде. Мы — нет. Большинство людей в США не имеют ни малейшего понятия, что они живут за счет подпольной империи. Что сегодня в мире процветает рабство в большей степени, чем когда-либо. Поэтому вы должны спросить себя, если это империя, кто же тогда император? Очевидно, президенты США не являются императорами. Император не избирается, на выборах не правит определенный срок, самое главное — ни перед кем не отчитывается. Поэтому нельзя сравнивать наших президентов с императором. Но я считаю, что у нас есть эквивалент императора. Это то, что я называю корпоратократия. Корпоратократия — это группа людей, возглавляющих самые крупные корпорации. И на самом деле они ведут себя как император в своей империи. Они контролируют средства массовой информации напрямую или через рекламу. Не контролируют большинство наших политиков, финансируют избирательные кампании, как напрямую через корпорации, так и просто посредством взяток. Их не избирают, они не правят ограниченный срок и ни перед кем не отчитываются. Вы не можете точно определить, на кого работает человек с верхушки и корпоратократии. На частную корпорацию или государство в том, что они все время сменяют друг друга. Предположим, есть человек, который в данный момент является президентом крупнейшей производственной компании, к примеру, Хелли Бертон. Через некоторое время он становится вице-президентом США или президентом, но при этом в прошлом занимаясь нефтяным бизнесом. Такое положение дела остается независимо от того, кто сейчас в Белом доме, демократы или республиканцы. Они сменяют друг друга, как вращающиеся дверь. И в некоторой степени наше правительство всегда невидимо. Политика ведется нашими корпорациями на том или ином уровне. И опять же, политика правительства создается корпоратократией, затем навязывается ему и становится политикой правительства. У них очень хорошие отношения. Это не какая-нибудь теория заговора. Эти люди не сговариваются, чтобы планировать свои действия. Они все работают лишь с одной единой для всех целью, которая заключается в максимизации прибыли, не заботясь об обществе и окружающей среде. Этот процесс влияния корпораций с помощью долговзяточничества и политического свержения называется глобализация. Точно так же, как Федеральная резервная система держит американское общество в условиях контрактного рабства через вечный долг, инфляцию и процентные выплаты, точно так же в Семьёной банке ВМФ используют ту же роль на глобальном уровне. Основная схема очень проста. Втянуть страну в свою собственную долговую яму или с помощью подкупленного лидера этой страны ввести структурную перестройку политики, которая сводится к следующему. Обесценивание валюты Когда стоимость валюты падает, падают и цены, обусловленные данной валютой. Это делает местные ресурсы доступными для хищных стран лишь за часть их реальной стоимости. Второе. Прекращение финансирования социальных программ. Как правило, в них входят системы образования и здравоохранения, это подрывает благополучие целостность общества, делая его более уязвимым к эксплуатации. Третье. Приватизация государственных предприятий. Это означает, что важные социальные системы могут быть выкуплены и управляться иностранными корпорациями в целях получения дохода. Например, в 1999 году Мировой банк настаивал на том, что управительство Боливии продало государственную систему водоснабжения третьего крупнейшего города страны американской корпорации «Бехтель». Как только это произошло, цена за водоснабжение для без того бедных местных жителей возросла до небес. И это продолжалось, пока не случился масштабный бунт людей, в результате чего Бехтельское соглашение было аннулировано. Затем происходит либерализация торговли или открытие экономики путем устранения каких-либо ограничений на международную торговлю. Это позволяет злоуотреблять чужой экономикой. Транснациональные корпорации ввозят в страну свои товары массового потребления, тем самым вытесняя продукцию местного производства и уничтожая локальную экономику. Примером может послужить Ямайка, которая после принятия кредитов и условий Всемирного банка потеряла большую часть своего сельскохозяйственного рынка из-за растущего западного импорта. И сегодня бесчисленные фермеры остались без работы, так как они не в состоянии конкурировать с крупными корпорациями. Другим вариантом является создание многочисленных, вроде как никем не замечаемых, неконтролируемых и бесчеловечных заводов с жуткими условиями труда, которые используют не случайно сложившиеся экономические трудности. Кроме того, в связи с нерегулируемым производством разрушение окружающей среды становится постоянным, так как часто ресурсы страны эксплуатируются безразличными среди корпорациями, умышленно получающими на выходе масштабное загрязнение. Самым крупным экологическим иском в мировой истории на сегодняшний день является иск от имени половины населения Эквадора и Амазонии, 30 тысяч человек, против компании Тексака, дочернего предприятия компании Шеврон. По их оценкам, сброс был 18 раз сильнее, чем Эксон сбросил на побережье Аляски. В случае с Эквадором это не было случайностью. Нефтяные компании сделали это намеренно. Они знали, что таким образом сберегали деньги на системе очистки. Вдобавок, беглого взгляда на работу Всемирного банка достаточно для понимания, что учреждение, которое официально заявляет о помощи бедным странам, на самом деле ничего не сделало, кроме увеличения нищеты и разницы в доходах, в то время как прибыль корпораций стремительно растет. В 1960 году разница в доходах между пятой частью населения Земли в богатых странах и пятой частью бедных стран была 30 к 1. В 1998 году этот разрыв достиг 74 к 1. В то время как мировой валовый продукт с 1970 по 1985 года вырос на 40%, нищета выросла на 17%. С 1985 по 2000 количество людей, живших менее чем на доллар, увеличилось на 18%. Даже Объединенный комитет по экономике Конгресса США отметил, что лишь 40-45% проектов Всемирного банка были успешными. В конце 60-х Всемирный банк ворвался в Эквадор с большими займами. В течение следующих 30 лет бедность увеличилась с 50 до 70%. Безработица выросла с 15 до 70%. Государственный долг вырос с 240 миллионов до 16 миллиардов. Вместе с тем доля ресурсов выделяемая бедным упала с 20 до 6%. На самом деле в 2000 году 50% национального бюджета Эквадора было направлено на выплату своих долгов. Важно понимать, что мировой банк это фактически американский банк, поддерживающий интересы США. США имеет право вето над его решениями, так как он крупнейший поставщик капитала. И где же берутся деньги? Вы, наверное, уже догадались, из воздуха, через системы частичного резервирования. Из 100 крупнейших экономик мира по показателям ВВП 51 корпорации, и 47 из них принадлежат США. Волмарт, Дженерал Моторс и Эксон экономически более сильны, чем Саудовская Аравия, Польша, Норвегия, Южная Африка, Финляндия, Индонезия и многие другие страны. И поскольку защитные торговые барьеры сломаны, валюты смешаны вместе, управляются на плавающих рынках, экономики государств перегружены в угоду конкуренции с глобальным капитализмом, империя расширяется. Вы просыпаетесь каждое утро под звон будильника и потом орете про Америку и демократию. Но нет никакой Америки. Не существует никакой демократии. Существует только IBM, ITT, AT&T, Дюпонт, DAO, Union Carbine и Exxon. Сегодня они являются странами мира. Вы думаете, что русские говорят о прародителе государства Карли Марксе? Они строят линейно-программируемые графики, статистические решения, минимальные и максимальные решения, вычисляют вероятную цену их сделок и инвестиций, точно так же, как и мы. Мы больше не живем в мире наций и идеологии, мистер Билль. Мир это игровая площадка корпораций, неумолимо определяемая непреложными законами бизнеса. Мир это бизнес, мистер Билль. Обобщая объединение всего мира, особенно в условиях экономической глобализации и мифических качеств свободного рынка, капитализм предоставляет собой настоящую империю со своими правами. Ни одна нация на земле не смогла устоять против убедительного очарования глобализации. Некоторым удалось избежать структурной перестройки и условий Всемирного банка, которые все же определяют экономическую глобализацию, правила игры и кого следует награждать и кого наказывать за непослушание. Сила глобализации настолько велика, что в течение нашей жизни мы скорее всего увидим объединение всех мировых национальных экономик в единую глобальную свободную торговую систему. Мир передан в руки власти бизнеса, что управляет природными ресурсами, которые нужны нам для жизни, при этом контролирует деньги, которые нам нужны для получения этих ресурсов. Конечным результатом будет монопольный мир, основанный не на человеческой жизни, а на финансовой корпоративной мощи. Правящий класс был вынужден найти новый способ справиться с каждым, кто кидает вызов системе. И таким образом был сотворен террорист. Термин террорист — пустая абстракция, созданная для любого человека или группы, которые выбрали путь противостояния правящей верхушке. Не нужно это путать с вымышленной аль-Каидой, которая на самом деле была названием компьютерной базы, содержащей имена поддерживаемых в США маджахедов в 80-х годах. На самом деле не существует никакой исламистской армии или террористической группировки под названием аль-Каида, и любой проинформированный офицер разведки об этом знает. Но ведется пропагандистская кампания, которая заставляет людей верить в тоисутствие этих сил. За всем этим стоит пропаганда США. В 2007-м Департамент защиты получил 161,8 миллиардов долларов на так называемую глобальную войну с терроризмом. Согласно Национальному центру контртерроризма, в 2004-м во всем мире от террористических актов погибли 2000 человек, и 70 из них были американцы. Используя это число как среднестатический показатель, очень щедрый. Интересно отметить, что в два раза больше людей умерло за год от аллергии на арахис, чем от терактов. В то же время лидирующей причиной смерти в Америке является ишемическая болезнь сердца, которая убивает около 450 тысяч людей каждый год. При этом в 2007-м году для исследования этого недуга государство выделило всего 3 миллиарда долларов. это означает, что правительство США потратило в 54 раза больше на борьбу с терроризмом, чем на борьбу с заболеванием, которое ежегодно убивает в 6600 раз больше людей, чем терроризм. Тем не менее, именуемое терроризмом и аль-Каидой произвольно впихивается в каждое новостное сообщение, связанное с любыми акциями, предпринятыми против интересов США. Миф становится все масштабней. В середине 2008-го генеральный прокурор США фактически предложил, чтобы Конгресс США официально объявил войну против фантазий. Сейчас более одного миллиона людей находятся в американском списке наблюдения за террористами. Это так называемые меры по борьбе с терроризмом, которые ничего не могут сделать для защиты социума, но могут сделать что угодно для сохранения интересов власть имущих среди нарастающих антиамериканских настроений, как местных, так и международных, которые правомерно основаны на жадности корпоративно-империалистической экспансии, эксплуатирующей мир. Настоящие террористы нашего мира не встречаются во мраке полуночи и не кричат «Аллах-Акбар» перед какой-нибудь насильственной акцией. Настоящие террористы нашего мира носят костюм за 5000 долларов и работают на самых высоких ступенях финансовой, государственной и бизнес-иерархии. Что же нам делать? Как остановить столь сильную систему жадности и коррупции? Как остановить эту сбившуюся с пути группу, которая не чувствует никакого сострадания к миллионам вырезанным в Ираке и Афганистане? Так что корпорации могут контролировать энергетические ресурсы и производство опиума для выгоды Уолл-Стрит. До 80-го года Афганистан производил 0% мирового опиума. После возвращения США Муджахидин выиграл Советско-Афганскую войну и за 1986-й там было произведено 40% мирового героина. В 88-м они производили 80% мировых поставок. Но затем случилось непредвиденное. Талибан накопил власти и к 2000-му году уничтожил большинство опиумных полей. Производство упало с 3000 до 185 тонн и спад составил 94%. 9 сентября 2001-го года на столе президента Буша лежал готовый план вторжения в Афганистан. А через два дня у них появился предлог. Сегодня США контролируют производство опиума в Афганистане, который производит более 90% мирового героина и бьет рекорды почти каждый год. Как нам остановить систему жадности и коррупции, которая принуждает бедные слои населения к рабскому во всех аспектах труду в интересах Мэдисона Веню, или которая разрабатывает ложные террористические атаки в целях манипуляции, или которая заставляет общество действовать определенным образом, что и используется, или которая систематически отбирает свободы и нарушает права человека для защиты самой себя от своих же недостатков. Как же мы справимся с такими учреждениями, как Совет по международным отношениям, трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб и другие недемократически избранные группы, которые тайно сговариваются за закрытыми дверями, чтобы контролировать политические, финансовые, общественные и окружающие аспекты нашей жизни. Чтобы найти ответ, мы должны сначала увидеть истинную, тщательно спрятанную причину. В действительности, эгоистичные, испорченные, основанные на энергетике финансах группы не являются источником проблемы. Это лишь симптом. Жадность и соперничество не являются результатом неизменного людского нрава. Жадность и механизм создания дефицита фактически созданы и усилены. Они и являются причиной нашей борьбы за выживание. Основатель денежной системы Евросоюза. Американская мечта Продана. Продана. Кредит Пайл Американская мечта. Именно по этому мечту ассоциируют с грезами и сновидением. Кто там? Твой знакомый друг, Пайл. Дом изъят за долги. Вот только не это. У меня нет больше денег. У моего работодателя проблемы. Пожалуйста, в следующем месяце будут деньги. Вы не можете забрать мой дом. Это ваша подпись на долговой расписке? Ладно, договоримся по-хорошему. Вы говорили, что вы хороший кредитор, верно? Эй, подожди! Даже собаку забрали. О, нет, не забирайте мою мечту. Почему же такое происходит? Хартмен, это ты? Много времени утекло с четвертого класса. Это машина времени? О моей компетенции можешь не беспокоиться. Садись, у нас мало времени. Но я должен в банк идти, я должен вернуть свою жизнь. Они все у меня забрали. О, банк, банк тебе уже не поможет. Открывай багажник. Это запасные яйца, пристегни их, они тебе пригодятся. И ты вернешь мою мечту? Нет, Павел, ты сам вернешь, я лишь покажу, как это сделать. Зима 2006. К твоим услугам первый национальный банк. Что о банке ты хочешь спросить? Местечко любопытное весьма, здесь и время, и ирония, и еще не изведанное. Ты все время будешь говорить загадками? Смотри внимательно, Павел. Пример А. Они пришли, чтобы надежно вложить свои деньги. Пример Б. Это те, кто хочет одолжить денег для каких-то целей. Эй, это же я. И это пример С. Только у банка есть деньги, чтобы одолжить таким людям, как и ты. Эй, это тот парень, это он забрал мой дом. Твой крик слышу только я, Павел. Континуум пространства времени, он не может тебя услышать. Так, на чем я остановился? Погляди, когда пришла твоя очередь, Павел, деньги в банке уже закончились. Но он дал мне денег и порядочный процент на них наложил. Да, и это единственный способ, каким банк делает деньги, раздавая суды. Долг это деньги, Павел. Запомни это, долги и деньги равны. Чем больше суд раздает банк, тем больше денег получает. Но если у них нет никаких денег, откуда они достали деньги для меня? Тогда сделаем шаг назад, Павел. Но так нельзя. Нет, можно. Но это еще пустяк. Эй, парниша, денег хочешь? Но ведь они же так не поступают. Эх, они поступают именно так, Павел. Запомни, банки получают доход, раздавая кредиты, продавая кредиты даже в очень рискованных случаях. Общежитие. Эй, красавчик, хочешь денег? В долг? Лишь подпишись тут. Черт побери. Они называют их свободными деньгами. Да, именно так мне и сказал мой кредитор. Но они не свободные. Твоя жопа принадлежит нам. Самое худшее было суживать деньги людям, которые в них не нуждались. Таким людям, Павел, как ты. Ты прав. Я даже в них не нуждался. Я и так был счастлив. Я в них не нуждался. Почему же он грустный? Ведь он делает все эти деньги. Тише. Он думает. Сейчас. Сейчас. Бинго! Смотри, банкир раздает кредиты всем горожанам. Ведь чтобы больше получать, надо больше одалживать. Больше? Так сколько же денег им надо? Еще больше. Ого, что это? Смотри, черный конь скачет. кредитные карточки. Рефинансируй свой дом. О, смотри, все теперь наладится. Все теперь наладится. Что теперь? Теперь? Теперь Пайл. На эти деньги мы здорово оттянемся. вечеринка. О, это превосходно. Мне нужно развеяться. Когда я вернусь, я все исправлю. Надеюсь, что и с собачкой все хорошо. Бен Бернанки. Я тебя достану, мой милый. да он в безопасности, я уверен. Запиши это на его счет. Мелочь оставь себе. Отлично. Ты знаешь, я тут только что подумал, если я получил эти деньги из банка, а банк получил их из грузовиков Федерального резерва. продолжай, то откуда же взял деньги Федеральный резерв? Весьма приятное время, девочки. Просто прелесть. Извините, это я у вас одолжу. Скажи, Хартман, почему на моей голове бикини как у грабителя? Потому что никто не может попасть во внутрь Федеральной резервной системы. Ни ты, ни я, ни честный избранный член Конгресса, или даже Верховный судья. И даже Верховный судья? Даже Верховный судья. Ни Департамент Юстиции, даже ЦРУ, ДИА, ФБР, АТФ, БТИ, НБС, ни даже сам БОГ. Как это возможно, чтобы правительство не пускало себя в свое собственное здание? Правительство. Пайл. Федрезерв это приватный банк, управляемый частными акционерами. Это место такое же федеральное, как и Федерал Экспресс. Частный банк? Частный. Лучше помолчи, Пайл. Это Эйтен, Федеральный резерв. Здорово, Эйт. Это Билл, Первонациональный банк. Здравствуй, Билл. Как дела? Отлично, отлично. Не подбросишь немного деньжат? Без проблем. Сколько тебе надо? О, скажем, 20 миллионов. Чего? Прекрасно. Вышли им завтра утром первой партией. Погоди, ведь нельзя же просто так позвонить Фед, попросить денег и получить сколько попросишь. Нет, Пайл. Фед не дает банку деньги, Фед дает банку ссуду. А банки обязаны их возвращать с процентами. Погоди немного, я все еще ничего не пойму. Откуда же Федеральный резерв берет деньги? Ты ведь говорил, что это приватный банк, верно? Тогда кто же поставляет деньги в Федеральный резерв? Казначейство США, Мел у телефона. Привет, Мел. Первому национальному нужны еще 20 лимонов. Наши прессы и так уже на полных парах. Нужно создавать долги, нужно чтобы деньги умножались. Ладно, ведь вы же Федеральный резерв. Сделаем, как вы сказали. 20 лимонов еще, на завтра. Но я так и не врубаюсь, что плохого в том, что Федеральный резерв деньги печатает? Это антиконституционно, Пайл. Наша казна должна печатать наши деньги, но сейчас Фед контролирует эмиссию американских денег. Никто не получит и печатают деньги, дают в кредит государству, облагая правительство процентами, а затем правительство облагает налогами нас. Я все еще не пойму, в чем тут прикол. Ты прав, Пайл. Подожди минутку. Значит, я... Да, я забыл, как удачно они держат тебя в дураках. Хорошо, хор... Эй, я не дурак. А ты хоть представляешь, что такое деньги, Пайл? В древности люди обменивались вещами. обменивали имеющиеся вещи и продукты на то, чего им хотелось. Меняю свою малину на твои пирожки. А мне не нужны твои ягоды. Ну же, Пайл, это очень сладкие ягоды. Они не сладкие, они вялые. И вообще я не люблю ягод. Дай мне пирожок. Нет. Как видишь, прямой обмен создавал некоторые проблемы. И вот в один прекрасный день пришел ювелир и сказал, теперь, когда все согласны, что золото это ценность. Почему бы нам его не менять на нужные нам вещи? Цена, выраженная в золоте, значительно облегчила торговлю, ибо люди могли менять золото на все, чего им хотелось. Хартман, посмотри на мое золото. Эй, остановите его, это мое золото. Проклятые воры. Смотри, Пайл, у меня есть сейф и охранники. Я могу охранять ваше золото за небольшую плату. Да, конечно, это было бы прекрасно. Видишь, Пайл, вот так первый банк делал деньги. Это тебе, Пайл. Я тебе должен 100 золотых монет. О, прекрасно, в любое время можете вернуться и забрать свое золото обратно. Я буду здесь же, возле своего сейфа. Теперь, Пайл, ты держишь в руках первые бумажные деньги. Удивительно, это все имеет смысл. Хорошо, прекрасно. Каждый начинает пользоваться долговыми расписками, поскольку все знают, что они такие же надежные, как и золото. О, у этой сладости действительно правильная цена. Одна долговая расписка. Потом я себе куплю еще. Эй, погоди, минуту назад я платил одну долговую расписку за шоколадку, а теперь он 10 хочет. Они не могут так подымать цены. О, кондитер может. Кондитер может. Подожди, так это чертовски неправильно, а это называется инфляция пайл. Она делает твои долговые расписки все менее и менее ценами, пока они не потеряют свою ценность совсем. Это истинная цена бумажных денег. Но я тяжело работал, пока испек все эти пирожки. Теперь что, я должен работать больше, а зарабатывать меньше? Но если ты считаешь, что это несправедливо, смотри следующую часть. Что он там делает? Как банк создает деньги, пайл? Создавая больше долгов? Правильно, молодца. Видишь, он печатает больше долговых расписок, чем у него есть золото, раздает их под процент, получает хорошие деньги, и никто ничего не заподозрит, пока все сразу не захотят забрать свое золото обратно. Но это же мое золото. Уже нет. Да хватит заливать. Я хочу забрать обратно свое золото. Большое спасибо. Закрыто на обед. Мне нужно мое золото сейчас. Вор! Вор! Люблю руководство банка. Оно объединяет людей. Смотри, они все узнали, что их обкрадывают, и побежали в банк, требуя свое золото. Но как сам видишь, золота тут нет. Хартман! Не волнуйся, Пайл. В те древние времена ты мог бы отомстить. Три вещи в этом мире делать нельзя. Никогда не трогай женщину другого мужчины. Никогда не задевай эго другого мужчины. И самое главное, никогда не трогай деньги другого мужчины. Ибо тот мужчина тронет тебя. О, Боже, ты его повесил? Да, Пайл, мы его повесили. Мы его повесили высоко. И ты знаешь почему? Потому что он был вор? Потому, Пайл, что свершилась ужасная вещь. Этот человек открыл, как превратить бумагу в золото. Так была изобретена отвратительная машина, способная отбирать реальные деньги и порабощать все народы мира. Оно действует! Перестань, слишком драматизируешь. Да, я потерял свой дом, но что это? Объясни. Атомная электростанция производит много энергии и мало выбросов. Изобретение во благо человечества. Ладно, и что с того? Три, два, срань, господня! Атомная энергия. Открытие более мощное, нежели человечество могло себе представить. И она может быть использована во благо или во зло. Но в отличие от Эйнштейна, открытие ювелиров стало самой охраняемой тайной, которая никогда не освещалась. Это открытие называется банковские операции с частичными резервами. В руках мошенников это оружие помощнее атомной бомбы и может полностью уничтожить народ, который сопротивляется этому извращению. Нет, 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 нет. Пора остановить это секретное зло и человека, стоящего за ним, пока Америка не уничтожена окончательно. Поверь мне, Пайл. Нет, 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 я просто хочу вернуть свою собачку. Эх, к черту, я сдаюсь. Пусть они живут в своих оковах. Нет, Хартман, древо свободы должно время от времени удобряться кровью патриотов и тиранов. Томас Джефферсон? Мистер президент, как мне его образумить? Так же, как это сделали мы, сынок, убеждая, истина спрятана очень глубоко и свет нашей свободы тускнеет с каждым днем. Бери моего коня, покажи им. Постой, объясни, куда мы едем? Вперед, конь свободы! Скачи быстрее, святой ветер! Ой, где мы? На битве Ватерлоу. Держись, мы должны проскочить. Машина денег, она здесь. Эй, один банк с обеих сторон? Могучий банкер Ротшильд из Германии скачет под флагом с красным щитом. Они финансировали обе воюющие стороны. Нам надо поторапливаться. Это он, курьер Ротшильдов, стреляй в него! Ни в кого я стрелять не хочу. К черту, Пайл! Что? Он сокрушил всех новостями с войны, сказав англичанам, что победил Наполеон. Агенты Ротшильдов знали правду, но прикинулись, что Англия обречена бросились лихорадочно за ними избавляться от своих. Но англичане же победили, верно? Конечно, победили. Это был просто трюк Ротшильдов. Они выждали, пока акции упадут ниже Плинтуса, а потом скупили Англию почти за бесценок. Что? Скупили все? Как? Когда английские лидеры узнали это, у них не оставалось другого выхода, как только отдаться на милость Ротшильда. Их деньги пропали, а они стали рабами военных долгов Ротшильда. С этого времени англичане налоги прямо в приватной банке Ротшильдов. Но люди об этом не знают. Банкиры же хвастались тем, что они с нами сделали. Издевались над нами все руководители банка. Это лучшая сделка, проведенная мной. Если я контролирую выпуск государственных денег, мне нет дела до тех, кто пишет его законы. О, это и есть то, что Джефферсон хотел мне показать? Нет, Пайл. Смотри. Они и в Америке тоже? Банки Ротшильдов находятся здесь, Пайл, ища способ разрушить нашу американскую мечту. И твою мечту, Пайл. Мечту свободных людей. Они уже пытались взять контроль над нашей страной много раз, но безуспешно. Джефферсон и другие патриоты смогли остановить это зло. С Божьей помощью они не позволили банкирам взять здесь верх. Чтобы сохранить нашу независимость, мы не должны позволить нашим руководителям загнать нас в вечный долг. Мы должны выбрать между экономикой и свободой, процветанием и рабством. Я ставлю экономику во главе основных ценностей республиканцев, а государственный долг есть наибольшая угроза, которой стоит опасаться. Если так пойдет и дальше, будущие поколения будут выплачивать эти долги. Мы обязаны получить центральный банк, чтобы защитить финансы этой страны. Если американцы когда-нибудь позволят приватным банкам контролировать эмиссию наших денег, то сперва через инфляцию, а потом через дефляцию банки и корпорации, которые вырастут вокруг них, отнимут имущество у людей, а их дети окажутся бездомными в стране, завоеванные и их отцами. Джефферсон, ты сошел с ума! В этой стране будет центральный банк! Кто это? Первый секретарь американского казначейства. Александр Гамильтон? Но ненадолго. Аарон Барр, вице-президент Джефферсона. Он не был слишком любезен по отношению к первому секретарю казначейства. Отличный выстрел, Барр. Первые попытки учредить центральный банк продолжались 20 лет, но были пресечены. Но банкиры выступили снова против крепкого орешка Эндрю Джексона. Вы являетесь скопищем змей и воров. Я намерен вас вышвырнуть отсюда вон. И во имя Бога я вас вышвырну. Выжив после покушения, Джексон, наконец, победил банк в 1836-м. На вопрос, какое достижение он совершил в своей жизни, крепкий орешек ответил, «Я убил банк». И это были его последние слова. «Я убил банк». И с настоящими деньгами, покрытыми настоящим золотом, наша страна стала развиваться быстрее всех стран в истории. О, это было прекрасно, Пайл. Но банкиры, жаждущие большей власти и богатств, придумали новый коварный план навсегда забрать контроль над финансами Соединенных Штатов. В 1910-м году состоялось секретное совещание во владениях Дж.П. Моргана на острове Джекил на побережье Джорджии. Эта встреча была такой секретной и так скрывалась от властей и общественности, что 10 ее участников использовали псевдонимы. Дж.П. Морган псевдоним Hula Girl. Я, несомненно, самый богатый человек, так что я и буду управлять суперсекретным центральным банком. Рокфеллер псевдоним Loop Job. Но у меня вся нефть Америки. Я определенно богаче теперь, чем ты когда-либо будешь, Hula Girl. Я возглавлю суперсекретный центральный банк. Ты никто по сравнению со мной, Loop Job. Молчать. Верховный мастер, я не знал, что вы собираетесь быть здесь. Меня и нет. И вас тоже нет. О, да, верно, верно. Какой он умный. Никто из вас не возглавит банк. В прошлом нам не повезло из-за открытости. Теперь ключ к успеху скрытность. Люди должны верить, что они управляют банком. Конечно, блестящее, мерзкий удар. Но каков план? Во-первых, мы создадим панику, а во-вторых, предложим решение. Посредством нашего человека в правительстве и правильно выбранного времени мы получим свой центральный банк. И чтобы люди думали, что он принадлежит им, мы назовем его федеральным. Федеральный резерв. Они нанесли свой удар 23 декабря 1913-го, когда большинство конгрессменов ели дома пирожки с джемом. Эти бандиты, в смысле банкиры, представили свой коварный план новоизбранному ими президенту Уудро Уильсону. Он согласился его подписать еще до своего избрания. Погоди, и АРС, служба внутренних сборов? Я думал, что она у нас всегда была. Нет, Павел, ко всему они осчастливили нас и этим. Федеральный резерв теперь имеет страшную силу, право печатать американские деньги. Они суживают эти деньги нашим банкам и правительствам под проценты, немедленно налагая на наши деньги долг, печатая все больше и больше долларов, делая их все менее и менее ценными. Счастливого Рождества. Это что за хрень? Из-за того, Павел, что наше правительство теперь обязано выплачивать этот долг федеральному резерву, твои налоги не достаются твоему правительству. Как так? О, это самая наглая кража в истории человечества. Но все же я не совсем врубаюсь в то, что ты говоришь. Это все весьма запутанно, Хартман. И я не вижу, как это влияет лично на меня. Если бы я имел денег больше, этого не случилось бы. Хартман? 55-й год? И что мы тут потеряли? Малость отоваримся. Ну-ка, подержи это. Литр бензина, 6 центов. Почтовая марка, 3 цента. Грамм золота, доллар 25. А эта красотка неоценима. Пора вернуться. Эй, Хартман, верни машину времени. О, ведь это был Майкл Джеймс. С ним будет все в порядке. Теперь, Павел, проверь, ты продаешь сегодня все из того, что приобрел в 55-м году. Ну да, одну марку, галлон бензина, унцию золота и один дом. Ничего себе, сколько баксов выручили. Эй! Нужно заплатить налоги. По крайней мере, приятно было потрогать такие деньги. Погоди, так несправедливо. Теперь у меня меньше денег. Я даже не могу купить те вещи, которые только что имел. Служба внутренних сборов и создаваемая Федеральным резервом инфляция работают вместе. Они облагают налогами не прибыль, а свою инфляцию. Ты сегодня не более богат, чем был в 55-м. И теперь тебе это кажется более честно? По-американски? Да уж, кто из нас любит налоги? Во всяком случае, я терпеть не могу эту АРС. Павел, чем большую инфляцию они создают, тем больше обдирают нас. Ты не платишь налогов больше, ты платишь налогов столько же, только тебе остается все меньше. Они забирают наше право на собственность прямо у нас на глазах. Точно так, как об этом предупреждал Томас Джефферсон. А это что? Они засекли нас. Быстрее, мой меч! Какой меч? Нам не нужна ваша банковская машина. Я приговариваю вас к смерти, сдохните к черту. Павел Бернанке хочет отыграться. Давай-ка сделаем его. Павел Бернанке То, чему мы противостоим по всему миру, это монолитный и жестокий заговор, который для расширения своего влияния опирается в первую очередь на скрытность. Что случилось? Где я? Я уверен, что теперь ты уже понимаешь, Павел. Ты только боишься. Джон Кеннеди? Хартман, а что общего между этим и моей собакой и домом? Ладно, с меня хватит, я хочу домой. Это последний президент, восставший против Федерального резерва. Ты должен это увидеть. 4 июня 1963 года президент Кеннеди подписал исполнительный указ номер 11110. Этот исполнительный указ обязывал казначейство США издавать реальные деньги без вмешательства Федерального резерва. И это сработало бы. План Кеннеди по демонтажу частной печатной машинки начался. Шесть месяцев спустя Кеннеди уехал в Даллас и больше не вернулся. Невозможно. Они не могли сделать такое. Новый президент Линдон Джонсон остановил действия указа Кеннеди. И после Кеннеди ни один президент не решался сопротивляться таинственным силам, стоящим за Федеральным резервом. Он объединяет все больше и больше банков, печатает все больше и больше денег, не обеспеченных ничем, обдирая весь наш народ во благо нескольких. Но почему они это делают? Если они обдирают нас, значит, они обдирают и глобальных банкиров тоже. Нет, Пайл, они защищены. Они слишком большие, чтобы рухнуть. Но я нет. Эти сукины дети. Все они сукины дети. Холодный день. Леденящий сильный ветер. Но мы были решительны. Банкиры и их паразиты превышали нас численно. Но их высокомерие ослабило их. Но не нас. Но не этих собравшихся, готовых на смерть. Мы пришли, чтобы вернуть обратно свое. Хартман, это не... Это мой пес. А черт. Это неизбежно. Хозяева денег не могут нас больше игнорировать. Они послали эмиссара, винтик в машине жадности, чтобы склонить нас сдаться. Хэнк Полсон. Хартман, это святотатство. На нас стоит вся земля. Бессмысленно бросать вызов нам. О, этот взгляд я уже видел раньше. Взгляд хищника, выискивающего себе добычу. Жесткий, безбоязненный взгляд свободного человека. Ты зашел слишком далеко, Хартман. Дальше, чем большинство. Будь благоразумным, присоединяйся к нам. Мы дадим тебе денег, власть, все, чего пожелаешь. Ты можешь стать одним из нас, если падешь на колени. АВТОМОБИЛЯ Безумец. Ты безумец? Мы предлагаем тебе все. Ты думаешь, это что? Это Америка! Сайт документика.org Тот, кто жертвует свободой ради спокойствия, не достоин иметь ни того, ни другого. Бенджамин Франклин МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА